Так, снова на связи, снова вышли в эфир, можно так сказать. Вон, забрал мальчишек с лагеря. Что у нас сегодня, четверг, да? Рассказывайте, что вам там сегодня утром давали? Ну что, предупреждаю, мы уже говорили, их кормят в лагере очень хорошо, да. Ну, в итоге, утром что там? Макароны с сосиской и чай. И чай. Макароны с сосиской? С утра. Ну, спортсмены. Нужны калории, чтобы бегать по полю. А в обед что давали? Суп давали, цей какой-то. Ну, бульончик, куриный бульон, да. И тоже макароны? Нет, нет, с макаронами. А, внутри еще, ну, куриный бульончик с макарошками, а на второе? Отбивная, рис, салат. Огромный отбивная. С салатом, да. На сухпай. С салатиком, да. Что сухпай? Жидкий йогурт. Жидкий йогурт. Питьевой. Супер. На сухпай, сухпай йогурт, жидкий йогурт. Нет, отлично, это как бы радует, хоть калории пополняются. И расскажите мне, ведь на время тренировки, во время тренировки, у вас сегодня как раз дубасил дождь. Да. Под дождем бегали? Да. Не замерзли? Нет. То есть сначала было холодно, а потом уже. Потом разбегались. Ну и как это под дождем бегать, когда ты бежишь со скоростью ветра и рассекаешь капли, да, и тебе все в лицо лезет. Дворники надо ставить, да. Я туда мячик перебил за сад тот, помнишь, в дерево. А, через бетонную эту стену? И он на дереве застрял, да. И как доставали? Я перелез, там маленький забор был, я через него перелез, зашел. С улицы перелез? Другим мячом побивал, да, он тоже застрял. Там на дерево сложно залезть, но я залез и достал два мяча. Ну молодец. Это прям как в этом, ролики такие в интернете бывают. Мячик застрял, кинули второй. Застрял, кинули кроссовок, и он тоже застрял, да. А потом еще и титов запустили туда. Ну это уже он ходил за ним, да. А попок залез по внутренней стороне. То есть вот бетонная стена, он полез по ней, и там сверху еще по ней полез. Там можно по бетону. Я тоже как-то лазил, вы там играли или что, и мячик был улетен. Нет, так он на этой железной сетке сейчас был. Исакал, держался. Я понял, ясно. Так, добренько, поехали домой. Там ждет мама, Федор. Федор грустил. Он включал телевизор, а телевизор не включался. Он не мог играть в Майнкрафт, пока вас не было. А мы будем. Его только недавно, он его включил, только начал играть, поэтому будете с ним играть. Да? Нет. Да? Нет. Ладно, давай. Так, у нас обед. У нас продолжение челленджа. Продолжение челленджа, все, едим гречку. Кстати, так просили гречку, и фиг кто смотрит, но... Ну что поделать. А вот мои огурцы малосольные. Вкусненькие. Вчера мама делала. А ты пробовал? Да. И хрустят. Да. Ну вообще. Вообще супер. Так, сегодня у нас рубрика Соня, хозяйка. Как могу охарактеризовать, секунду. Вот именно такие, которые я в детстве ненавидел. А сейчас... У меня там, знаете, что? Сухие семена укропа, крупная соль и один листик смородины. А чеснок? И чеснок, да. 5 зубчиков чеснока, 3 столовые ложки соли, ложка укропа и все. Солочи, слушай, хорошо. И, кстати, заливала кипятком. Прочитала, что надо заливать кипятком, тогда будет все ок. Ночь постояли, и все... Да, ночь постояли и готова. А почему не добавляла там перец, горошек и всякую остальную дребедень? Потому что написано, что от этого они мягкие. Не хрустят. Да, не хрустят. Не, ладно, знаешь, хрустят? Хрустят, вкусно. Что? Само МРР или как это называется? Сейчас могу продемонстрировать. И пылесос на заднем фоне, и вытяжка. Так, а Соня у нас сегодня рубрика Соня, хозяйка. Смотрите, что делает. Не знаю, о чем. Пока не говорит, что, пусть пока делает. Ну, это надо руками перемешивать. Нет, надо миксером, наверное. Не достанешь из венчика. Ну, это реально надо миксером. Я помню себя в детстве. У меня тоже. Все, встряла. Косяки такие были. Наделала, такая деловая, все взвесила, насыпала, а потом... Да. Что, Федор, ты пробовал огурец? Давай, попробуй. Давай, может, зуб вылетит. А то зуб еще с клещами вырвел. Ага, на тот зуб кусает. Уже давно бы сам выпал, если бы на тот кусал. А то все бочком да бочком. Ну что, вкусно? Вот, кушай. Так, вот видите, у нас такая красота. Соня явно пока не светит кулинарный канал. Ну что, ребят, как вам так сказать? Делает Соня, но в итоге еще и маму привлекла. Мама вся грязная. Ну, так ну что, если вы с тестом тут балуетесь? Налепили колобков, как говорят, и добавляют сыр. А сыр у нас вот такой вот красный и зеленый. Не хватит, добавят обычного классического. Да, мама, халява не прошла, да. Это получается, мама мыла жалюзи, недомыла. В итоге лепит с Соней хачапурики. Соню спасала, а Соня прилипла к тесту. Так, Гриша что-то у нас тут застрял немного. Ну я же специально отодвинул, Гришань. Чего ты лезешь на стул? По программе. О, туда и езди. Ну а что делать? А эти тюлени у этих полтора часа в телефоне после лагеря. А Федька лупится в Майнкрафт. Ну как лупится, строит что-то там, да? Сейчас летаешь? Да, загон вон простроил. Животных все у него разбегались. А сейчас построил загончик, чтобы они не разбегались. Так, мы тут пока готовим. Смотрите, какие получаются. Довольно такие красивенькие. Даша с утра такие же делали, у меня не получились. Ну мы взошли, я сделаю и пришла, а у меня взошли. А папу мы отправили, пацаны поехали гулять, а папу отправили за черной смородиной. Посмотрели там в Вайбере, у нас есть такая группа, Ферман называется, чтобы на рынок не ехать, потому что на рынке может не быть. И папа поехал за черной смородиной, сахар еще купит, и что-то заморозим, что-то перекрутим, да, Сань? Запасы на зиму будем делать. Хорошо, ума. Федюнька пошел гулять. Вы в этих куртках или лучше вам с капюшоном может эти кофты дать, нет? Да нет. Нет? Граждане обещаю. Ну смотрите, не мерзните только. В основном только тесто. В основном только тесто. Покажи. В общем, вот такое что-то получилось. Конечно, сыр этот, он только красивый, такой я бы сказала, чисто для... вида, если в следующий раз брать обычный сыр, и будет тогда лучше. Ну что, по вкусу? Не сырое? Не сырое, вкусно, у меня сухо. Сухо? Что больше яйца надо было в начинку добавлять, не одно, а два. Ну вот они инстаграмные рецепты, понимаешь? То есть оно все смотрится красиво вроде. Сухо что? Сыр? Сыр сухой или что? Нет, за счет того, что много пространствует. Воздухом много. Воздухом много. Ну хорошо. Короче, нормально. Выпадим, Брюси. Приятного аппетита. Я наелся. Ой, ну все, Соня съела половину и наелась. Такие громадные получились. Конечно. Хачапурики. Хачапуритяне такие. Ленивые хачапури. Ну довольно-таки вкусные. Но сыр... Мы еще с Соней придумали... Еще что, Соня? Обычный сыр. Туда добавить вареное яйцо. Такое яйцо обычное для склейки, да? Лук еще и майонез. И тогда они будут сочные, вкусные. Ну попробуем. Когда захочется в следующий раз повозиться с тестом. Скоро приедет наша смородина. Кстати, ты, может быть, мне поможешь принести с третьего этажа для того, чтобы сушить простыни. Ну что, папа-добытчик добыл нам ведро черной смородины. Смотрите, какая красивая. Вообще такая крупная. Ммм, вкусняшка. Короче, будем заниматься. И сахар. Слушайте, ребята, я такой сладкой смородины еще ни разу не пробовала. Смотрите, какая. И такая сладкая, крупная. Блин, балдеж. Я вот прям еду ее горстями, как чернику, я не знаю, как голубику. Ммм. Просто. Супер. Сейчас она отсохнет. Стечет. И будем перекручивать. И просто замораживать. Ну что, вуаля. Это вторая партия. Да, уже в морозилке. Два килограмма, короче, заморозила просто ягодкой для компота. И три килограмма. И три килограмма перекрутила для пирога. Ну, либо как варенье, но тоже в морозилку. Я молодец. Что я не живет? Я молодец. Какой-то там молодец сидит, орет, что он молодец. Так и спорим. Так и спорим. Всю жизнь кто молодец. Нет, на зиму прищайте. Все молодцы. Да, а этот для такого пирога, знаете, который как песочный сверху, такой как потертый, тоже вкусняшка. Ну или с творогом, с кашей. А подписываю, потому что есть перетертая голубика, чтобы не перепутать. Ну, в баночке, да, все. Перетертая особенно. Ну что, день заканчивается, а я опять на велике поеду, катанусь. Посмотрим, что у меня сегодня получится. Короче, ребята, я приперлась с прогулки. Сегодня опять 20 км. Катнули. Я дерусь. Как вчера? Ес, позавчера или позапозавчера. Ой, я же не помню. Вся мокрая, сейчас пойду в душ. Я тут рисула чаек заварить. Вот наш чаек, знаете, с чем? С мятой и со смородиновым листиком, да? Федя тут еще говорил сделать ему бутер. Сейчас буду делать ему два бутера, Федор, два. Да? Все, делаем бутеры. А вот что у меня бабка? Бабка, бабка. Пачка у тебя, бабушка, как будто там что-то непонятное. Вторая.